Привет! Мы прочитали все ваши комментарии под первым видео и очень рады, что вам понравилось. Это в сборе, второй выпуск. Поехали! Медленно входить в рабочий процесс футболисты себе позволить не могут. Второй день сборов начался с испытания на выносливость. Парни сдавали йо-йо-тест. Да нет, не этот. Вот этот. Спокойно. Да, ставь the line. Спокойно, да. Первый очень легко. Йо-йо он называется именно из-за сходства с игрушкой. Футболисты бегают туда-сюда на небольшом участке поля. С виду это похоже на то, как поднимается и опускается йо-йо. Йо-йо играем. Йо-йо? Хорошая игра. Перед выходом на поле мы поймали Ивана Карандашова. И наш тренер по физической подготовке раскрыл все детали. Внимание! Сейчас будет много сложных терминов. Соберитесь. Сейчас у нас будет бип-тест. Будем проверять ребят по их выносливости. Плюс будем брать тест на лактат, время восстановления. И потом еще будем по данным GPS проводить анализ их восстановления, скорость восстановления. Тест на выносливость. Они будут бегать очень большой дистанцией? Дистанция будет небольшая, но будет постоянно у них наращиваться скорость, будет быстрее увеличиваться скорость, будет пауза отдыха. И поэтому будем потом смотреть, что у них получилось, как они отдохнули и как они готовы в принципе. А что такое тест на лактат? Наш медицинский штаб будет брать у ребят, прокалывать палец в крови, брать по пол-литра, может быть, плюс-минус больше. И смотреть, насколько у ребят, ребята скажут, как усталость есть. И смотреть, повышается ли он по промежутку 6 минут или наоборот, уходит вниз. И сделаем таблицы, по которым уже будем дальше выстраивать тренировочный процесс. То есть сегодня собираетесь мучить ребят? Ну, так чуть-чуть подушим их, но... Ну, полезно. Чуть бывает иногда. Кнопки не нажимаем, мне просто сейчас дай тест проводить, пока ты проводит разминку. Распределили обязанности. Иван Ордец от души наигрался в йо-йо и рассказал все, что он думает об этом противном тесте. Вай, у вас сегодня был тест на выносливость. Расскажи, для начала, из чего это состояло? Ну, это состояло из упражнения, которые нужно чуть-чуть потерпеть. Это нужно для тренерского штаба, чтобы понимать, в каких кондициях мы находимся. Думаю, сегодня они все узнают, в принципе, и уже будут от этого отталкиваться, как строить тренировочный процесс. Но сложно вообще сегодня у него? Ну, конечно, сложно. Это такой противный тест, но нужно немножко потерпеть. В принципе, мы когда футбол играем, много терпим. Когда команда держит мяч, нужно много передвигаться. Это нам позволяет хорошо подготовиться к играм. Все это, конечно, интересно. Но давайте прервемся на прогноз погоды. На сегодняшний день идеальная погода. Нету дождя. Обычно в такое время, в такую зиму и в Турции обычно дожди. Но в данный момент идеальные условия. Если так будет дальше, то мы хорошо подготовимся к чемпионату. Спасибо, Ваня. А пока вернемся к тесту. Всего он состоял из 20 пробежек с разной скоростью. Даня Фомин оказался самым выносливым в команде. Он пробежал все 20 серий и, казалось, совсем не устал. Настоящая сила движения. Даня, ты стал самым выносливым результатом биф-теста. Мне казалось, что ты мог еще столько же пробежать. Так это? Нет, больше не мог уже пробежать. Устал. А так, задания отдали, все выполнили, все в форме. Поэтому начинаем работать. Ну, помимо того, что это очень тяжелый тест, мне кажется, там уже имеет место и соревновательный момент. Хотелось пробежать лучше всех, все 20 серий? Нет, я даже не знал, что всего 20 серий будет. Я же говорю, мог еще дальше бежать. Какой-то сдачи не стал, так получилось. Поэтому так соревновательный цель не стал. Для себя посмотрел, в какой форме вернулся, все нормально. Тест на выносливость – это колоссальная нагрузка. Я после такого не смогла бы даже выйти из номера. Но не думайте, что на этом рабочий день команды закончился. Пообедали, собрались силами и отправились на вечернюю тренировку. В комментариях под первым выпуском вы спрашивали, что за 4 тонны полезных грузов мы привезли с собой на сборы. Объясняем. 3 тонны из 4 – это медицинское оборудование. А что именно и зачем так много, рассказал врач нашей команды Александр Родионов. Мы 4 тонны багажа привезли в Турцию. Расскажи, что там по медицинской части. Ну, во-первых, там основной упор в медицине у нас идет на спортивное питание. Потому что так как тренировки у нас объемные, нагрузочные, и ребятам необходимо очень много витаминных комплексов для восстановления. Сегодня день твой, да? Сейчас пойду еще биодекс сделаю. У вас есть здесь оборудованный медицинский кабинет специального в отеле? Ну, у нас уже даже их 4 кабинета оборудованы. То есть это, как бы, получается, 2 полноценные массажные комнаты, где у нас работают ребята-массажисты, 4 массажиста. У каждого свое рабочее место, на котором они и подготавливают ребят и к тренировке, и после тренировки это массажи, и перетренировка это профилактика травматизма. Конечно же, после слов Александра мы сразу отправились в массажные комнаты, чтобы подсмотреть за работой наших крутых массажистов. Как вы делаете массаж, Гелерон? Да, хорошо, хорошо. Массажисты, вы специалисты, вы гениальны? Да, они топят. Это лучший, лучший парень. Ребят, расскажите, как часто к вам ребята приходят на массаж? Каждый день? Получается, каждую тяжелую тренировку ребята приходят на массаж, мы их восстановимся. У нас вообще очень хороший медицинский штаб, благодаря Александру Эдуардовичу. Каждый знает свою позицию работы, и ребятам восстанавливаем, если что, они нам подскажут, как надо обращаться к работе. Очень хорошо, ребята, доволен, мы работаем так. Важнейший медицинский показатель для футболистов – это вес. А у нас в отеле столько вкусной еды и особенно турецких сладостей, что футболистам приходится нелегко. Да и мне тоже. Дополнительные какие-то свои манипуляции, тоже врачебные. О, ну, братишка. Это наш друг. А взвешивайте, ребят, каждый день, у нас все включено, кондитерские бесплатные. Ну да. Ну, у нас взвешивание, оно регулярное, но не каждый день, потому что у нас все-таки основано это все на самодисциплине, что никакая голодовка накануне, она не поможет тебе в итоге, она только сделает твоему организму хуже. Хорошо, что за моим весом никто не следит. Ну, давайте вернемся к тренировке. Я бы не устал бегать. Ну, нормально, сейчас молодой, 22. После серьезной нагрузки утром, вечерняя тренировка была посвящена отработке техники и передачи. Раз, два, три. Десять правой, северная. Введение только правой. О, и гречи. 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 Ты так миксуешь, да? Стренировки до отеля можно добраться двумя способами. На автобусе или пешком. Мы за здоровый образ жизни. Вокруг леса всегда камера. Ты ревдуешь? Я пошел. Ты что отказываешься? Я наоборот, меня смущает вот эти камеры в лицо. Вот это вот сразу, не камерские движения. Кемерово за такую камеру ломают. Хорошо, что на сборах камеру не ломают. Пока что. Дай, ну поделись впечатлением, как вчера тебя поздравила команду. У нас есть кадры, мы показывали нашим. Кадры есть, я сегодня с утра еще из ушей шоколад вынимал на завтрак себе, поэтому там нормально пропечатали. У тебя было очень недовольное лицо. Ты не ожидал, что это произойдет, и что-то тебе, не помню, не очень понравилось. Ну да, первый раз там доктор наш пытался, но я был готов. Да, реакция хорошая. Это было. Детские вопросы спрашиваю, если что-то нормальное у него. А ты не ожидал? Ему все-таки уже икона 23 года. Уже взросла. Я теперь... День рождения Клинтона жду теперь. Очень. Это будет возмездие. Да. Но традиция давно продолжается в команде, и вот ребята подтвердят власть. Ужасная традиция. Вообще. Я буду продолжать после этого, я буду продолжать. Успел кусочек торта выцепить. А Игорь, я вижу, поесть. Это сегодня мне сказали, кстати. Ну раз Игорь хочет, мы задавали не глупые вопросы, не детские, поэтому мы поговорим про первый день на сборах. Это твой первый сбор с Динамо. И расскажи, как пошел день, какие впечатления? Ну, впечатление после первой тренировки я как бы полностью лег спать, отключился, встал за 5 минут до второй тренировки. Представляете, как ты встал на первый тренировок? Ну да, там хорошенечко нас так поднагрузили. Вот сейчас тоже хорошо поработали, пойдем все попаримся, покушаем. В комментах вы спрашивали, где Андрей Викторович Воронин? А я здесь, я никуда не пропадал. Андрей Викторович, как проходят сборы? Сборы проходят супер. Прошли праздники, команда опять собралась, готовимся к новому сезону, поэтому пока на сегодняшнем этапе все хорошо. Впереди у нас три рабочих дня до игры, поэтому это все равно это игровые моменты, это товарищеские игры, которые в первую очередь мы будем отталкиваться от себя. Самое главное подготовиться к первой игре со Спартаком. В мутку. Я иду, иду. Привет. Привет. Спорим, вы любите ходить ночью в холодильнику? Наши парни тоже. Но вместо полок с колбасой и сладостями, у них буфет с правильным спортивным питанием. Поесть пришел, слушай. Так, серьезно снимал. Снимите, что кушать футболист. Это ночной стол футболиста. Ну, не ночной, здесь целый день есть еда, и можно в любой момент прийти и поесть. Вот, выглядят как обычные сэндвичи, но они очень полезные. Здесь мясо, овощи, все очень качественное. И дальше там есть закуски. Вот, все возможные виды орехов. Рахат-лукум, может, все-таки в Турции. Печенье. Ну и протеиновые разные штуки. Я, честно говоря, не знаю, как они называются. Вот это вот протеиновые баллончики, баллончики, батончики, которые очень любят футболиста. Сейчас покажу. Они выглядят как обычная шоколадка. В принципе, на вкус тоже. Не поверите, но третий день сборов тоже начался с тестов. На этот раз в спортивном зале. Мы сейчас смотрим баланс, мышечные силы, левый, правый, нагида, то есть, измеряем. Сейчас вот он начнет, Александр компоментирует. Опытный игрок, значит, это не первый раз сдает. Цифры показывают силу мышц, в период ее сокращения и разгибания цифры даются. И потом, если вы потом поснимаете, увидите как раз график, когда уже будет вторая нога выполнять все упражнения. Там будет видно график, и по этому графику можно будет понять отставание одной ноги от другой. То есть, здесь так, кроме как бы мышечной силы, здесь еще есть такое определение как бы дисбаланса. Разница силы между, ну, двух ног. Если есть дисбаланс, то нужно тренировать идеально от другой. И там уже, поэтому понятно, что у всех футболистов, как бы у спортсменов силы мышечных, она в любом случае будет разная. Потому что у кого-то нога правая, или еще у кого-то левая. То есть, она в любом случае силы, нельзя сопоставить, чтобы... Но она все равно должна, разница быть минимальная. А вы знали, что на Динамо ТВ появился новый корреспондент? О, прикольно. Сейчас вы сможете почувствовать себя на месте футболиста, проходящего этот тест. О, прикольно. Давай, давай, давай. Пусть, 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 пусть. Максимум. Гоу, гоу, гоу. Полдайк, давай, ласман. Пусть, 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 полдайк. Каран, пожалуйста, не скрадывай объем движения. Ты должен максимально разогнуть до нуля и согнуть до 180. Как бы он тебе поставил. Скажи, как проходит тесты? На счет, нашли-то, да? Канера, по-моему, на голову. Купи. Санжорыч. Не надо мне одевать. Как дела? Я хорошо. Хорошо. Он делает меня. Горова. Отлично. Он делает меня, брат. Ребен, да? Вторая часть теста проходила на беговой дорожке. Ну, здесь больше идет тест для определения дисбаланса. На какую ногу больше наступает? На правую, на левую время контакта с опорой. И, в принципе, у нас еще будет информация, о которой, опять же, мы можем превентивную работу добавить. Ваня спец. И все это очень сложно. Можно как-нибудь попроще? Пожалуйста. Проверяют правильность бега. Чтобы знать, правильно ли мы бегаем. На тестирование парни приезжали небольшими группками на микроавтобусе. После Шарль очень торопился в отель. Наверное, поспать. Он не хотел ждать автобуса и настойчиво пытался уговорить водителя другой команды подбросить нас до отеля. Не зря Шарля называют в команде президентом. Динамо, мой друг. Динамо? Да, Регном или нет? Регном? Регном? Регном или нет? Регном? 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 Регном. Регном? Регном? А по дороге в долгожданный автобус мы узнали реально шокирующую новость от Александра Эдуардовича. Ну это просто Александр Эдуардович не видел динамовский тикток. Кстати подписывайтесь, там много уникального и классного контента. А на вечерней тренировке команда была разбита на две группы – обороны и атаки. Каждая группа занималась по индивидуальной программе. Говорят, что даёт, говорят, не знаю его биографию, но вот такой, с которым, видимо, родители уехали. Комон, гайз, комон, гайз. Да, 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 байз. Клинтон, давай, слайд. Да, 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 байз. Слайд. 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 Окей. Да. Это мой максимум. ВТБ-тренировочный сбор в самом разгаре. Совсем скоро нас ждёт матч против польского Леха. Ну а пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях под этим видео, что вам понравилось больше всего. Всё, мы заканчиваем нашу передачу. Всем пока. В комментах вы спрашивали, где Андрей Викторович Воронин. А я здесь, я никуда не пропадал. Ё-о-о-о. Это сильно, кстати. А я здесь, я никуда не пропадал. Я всегда рядом. Андрей Викторович, как сборы проходят? Ну, издеваются или что-то. Выдерьёзно. Мне фиг. Это мне. Мне фиг. 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 Сидите, сидите. Чшшш. Сейчас будет транк. Чё ты так долго? Ха! Ха! Ха-ха. Интерактивное зеркало заднего вида. Поместится все, что дорого вашему сердцу. Абсолютно новый Chevrolet Traverse.